Неврозы Мегаполиса В нем очень важное заблуждение, которое присуще многим людям, страдающим паническими атаками или неврозами. Многие наши клиенты на первых этапах психотерапии считают, что их главная проблема – это паническая атака или агорофобия, от которой надо избавляться, и это принесет им счастье. Я хочу вас разочаровать. Какие бы вы ни применяли технику или методологию, сама по себе паническая атака не является проблемой. Если вам обещают избавление от панических атак с помощью чего-то интересного, я сейчас покажу вам, как это происходит, и вы увидите, что это не совсем правда. Агорофобия как механизм избегания, конечно, тоже важен в терапии, но и он не является, сам факт передвижения из-за, не передвижения из-за страха не является основной проблемой. Запомните раз навсегда то, что я вам сейчас попытаюсь сказать. Это сэкономит вам много денег, это сэкономит вам много времени, это сэкономит вам, наверное, много труда, часов, работы, что ли. Возьмём сейчас для примера два человека. Вот мы возьмём одного человека, совершенно, как вы говорите, «здорового», у которого нет панических атак, у которого нет тревожно-фобического расстройства, и отложим на условной оси его напряжение от 0 до 130, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. А здесь по оси Х у нас будут ситуации. Я хочу вам сказать очень важную ошибку. У нас есть три основных формы проявления неврозов на планете Земля. Это телесное проявление неврозов, отсюда вытекают психосоматические явления, вегетативные. Это психоэмоциональные реакции и мыслительные, то есть и мыслительные, и эмоциональные. Отсюда вытекают такие расстройства, как навязчивые мысли, фобии, страхи и депрессия. И четвёртая, третья составляющая – это поведение. Отсюда вытекаются возможные поведенческие паттерны, всевозможные ритуалы и технические проверки ситуации. Вы должны понимать сейчас очень важный момент. Обычно в норме любой здоровый человек функционирует вот таким вот образом. Его пики как телесного, так и эмоционального и поведенческого напряжения не превышают условной отметки 50. Но и стартуют с отметки 10. То есть вилка 10-50. Смотрите, что интересно. Что если мы возьмём и отметим пики на условной оси, то окажется, что пики вашего вегетативного напряжения, потеющие ладошки, тахикардия, ком в горле и прочая техническая история возникает вовсе не без поводов. А у обычного невротика это возникает, у обычного невротика, а всем невротике это возникает тогда, допустим, мама ждёт дочку домой, а дочки нету. Она волнуется? Телесная реакция есть? Есть. Ладошки, сердце, тахикардия. Есть. Поведенческая какая у неё реакция? Она бегает, суетится, звонит, навязчиво проверяет и так далее. Мысли какие? В голову лезут. Разве не невроз? Невроз. Невротическая реакция, да, но она более-менее адекватна и по делу. Запомнили? Вторая ситуация, например, ДТП, да, то же самое. По делу, нервишки, суета, беспокойство, мысли. То есть, у обычного невротика происходит всё то же самое вегетативное напряжение, всё те же самые мысли, всё то же самое поведение. Но оно, во-первых, адекватна ситуация, во-вторых, оно в рамках нормы. А теперь, что мы называем тревожно-фобическим расстройством? Мы возьмём ту же самую ось. Мы отметим всё, мы отметим всё то же самое. Десять, двадцать, тридцать, сорок, пятьдесят, шестьдесят, семьдесят, восемьдесят, девяносто, сто. И получается, что в отличие от так называемого здорового, как условно сказал Фрейд, невротика, который тоже испытывает вегетативные симптомы, состояние, который тоже испытывает мысли и поведение. Вот это здоровый у нас пассажир, да? Тревожно-фобический невроз в его актуализированном плане возникает того, что он уже изначально выглядит вот так. То есть, если у нас обычный человек начинал где-то с десяти и разгонялся до пятидесяти по факту, то в неврозе навязчивых состояний или фобическом неврозе человек начинает с пятидесяти, что уже является выше нормы. То есть, его психоэмоциональное состояние уже повышено, отсюда ваш пульс, как вам кажется, в покое повышенный, отсюда вам на ровном месте все вегетативные проявления, потому что у вас уже всё это повышено изначально. А вот эти пики, которые наверху называются панической атакой или вегетативным кризом, как его ещё иногда любят называть, периодически путая, это ещё не всё. И плохо то, что всё это возникает совершенно не по объективным ситуациям, а ситуациям исключительно надуманным, исключительно субъективным. Вот посмотрите, как это выглядит. То есть, вот это обычный человек, что естественно тревожится, волноваться, суетиться. А вот это вот невроз именно тревожно-фобический. Теперь смотрите весь секрет. Если вы начнёте пытаться срезать вот эти верхушки, не доводя себя до паники какими-то техниками, чудесными, авторскими, методиками и прочей хернёй, вы сделаете примерно следующую штуку. Вы срежете напряжение с 90, со 100. Допустим, сначала вы его срежете вот так, что у вас не будет вот этих пиков. И ваша жизнь превратится примерно в следующую. У вас оно начнёт вот так вот плясать, уже не доводя до паники, но и не избавляясь, так сказать, от самого состояния абсолютно. У вас не будет панических приступов, потому что вы просто-напросто поняли, что такое паническая атака, вам это объяснить несложно. Но вся ваша жизнь начнёт проводиться примерно вот таким образом. И ваши ситуации будут идти вперемешку. Объективные, необъективные, жизненные или нежизненные. То есть, тут нет никакого здоровья. То, что вам убрали вот эти вот париксизмальные приступы паники, это ещё совершенно не означает, что вы избавились от самой невротической проблемы. Да всё очень просто, потому что от этого нельзя избавиться. Никогда. Мы можем просто сделать это более объективным, менее травматичным, потому что каждый человек должен вегетативно напрягаться, должен переживать и нервничать, но только по объективным поводам, но никак не вот сюда. Соответственно, задача психотерапевта – понять, что вызывает вот эти пики и кризы. И вовсе не работать с самой панической атакой. Потому что сама паническая атака или агорофобия, или ещё какой-то страх – это корректировка очень небольшого промежутка времени, и то ввиду оповещения пациента. Если вы подумаете, что терапия неврозов заключается исключительно в панической атаке, это большая ошибка. Потому что огромное количество людей, которые приходят, со словами у меня были панические атаки, у меня и они больше не возникают, но мне всё равно хреново. И вот это как раз последствия того, что человеку попытались объяснить, что его невроз – это панические атаки, и это является проблемой. Это неправда. Работать надо исключительно в то, как образуются вот эти пики. Как образуются эти пики или невротическое напряжение? Образуется оно примерно следующим образом. Что есть центральная проблема внутри человека, которую вы не видите. Она вытеснена или детермирована психикой, вы её не осознаёте. Она закладывается в детстве, в детских отношениях. Это первая фаза. Вы её никогда не узнаете сами, никогда у вас это не получится, если вы не используете, не консультируете с психотерапевтом. Затем у вас есть три основных, так скажем, фактора, о которых я уже говорил. Это... Ну, вот так вот, я сейчас пирамидку такую нарисую. Это телесное проявление. Это мысли и эмоции. И это поведение. Вот именно вот этот вот такой, вот эта штука, тело, мысли, эмоции, поведение присущи всем людям. Просто у кого-то, как я уже показывал, это в балансе, потому что вегетативное напряжение есть всегда. Но у кого-то оно гипертрофировано, потому что есть актуализация невроза. Сейчас объясню. Мысли и эмоции есть у всех? У всех. Но не у всех, она так гипертрофирована и актуализирована. Поведение есть странное иногда у всех? У всех. Но не так оно гипертрофировано. Соответственно, есть внутренняя проблема, которая закладывается в детстве. Есть проявление невротическое, которое есть у всех людей. Проявление есть, давайте я вот сюда в сторону смещу, как возникает невроз. Есть сама причина, о которой вы не в курсе. Затем есть вторая фаза, это актуализация невроза. То есть, что-то его актуализирует этот внутренний конфликт. То есть, вот здесь есть причина, это еще не внутренний конфликт. Сама суть вашей личности, это и есть вот эта штука. То, что циферка 2, это и есть актуализация невроза. То есть, вот она вот так вот у нас работает. То есть, внутренний конфликт что-то актуализировало, какие-то обстоятельства жизни. И уже, соответственно, циферка 3, это то, что его поддерживает. Потому что, если вы, допустим, у вас стали проявляться вегетативные или тревожнофобические проявления 5 лет назад, то актуализировалось это 5 лет назад. Заложилось это в детстве, актуализировалось 5 лет назад, а проявляется сегодня. И надо работать над этими большими частями. Что происходит сегодня, что актуализировало и что было заложено не такого. Это гораздо более глубокая и тонкая работа, которой надо учиться. Которой надо работать и на практике, и в институтах, и везде, везде, везде. Поэтому вот этот детский сад про избавление от панических атак, это смешно. Но никакое избавление от панических атак вам не уберет всю проблему, с которой вы обращаетесь. Это всего лишь навсего. Очень удобная история для того, чтобы помочь незнающим людям потратить деньги. Потому что, да, сама по себе пароксизмальная паника. Теперь что такое, собственно говоря, это самая пароксизмальная паника? Это записывайте, записывайте или запоминайте, что паническая атака – это реакция вашей психики на незнание того, что происходит с вами телесно. Это никакой не приступ, это никакое не удушье и не смерть. Никто от этого еще не умер. Паническая атака, как пароксизмальный вот этот пик – это всего лишь навсего ваш мыслительный процесс на то незнание, которое происходит с вами. Обучить вас этому, научить вас правильно дышать, спокойно выдыхать, спокойно вдыхать, безусловно, можно. И это делать нужно. Но это не является решением всех проблем, которые вас будут преследовать. Поэтому не разгонять свое вегетативное состояние до состояния паники очень просто. Как только вы попали в какую-то ситуацию, где у вас возникло то или иное вегетативное напряжение, вам просто надо сказать себе, ответить на то, что ничего страшного сейчас не происходит. Все телесные реакции, которые со мной происходят, вы их должны изучить. Посмотрите мои предыдущие ролики. По сердцу, по дыханию, по кишечнику, по коже, по головокружению. Вот фраза такая, смотрите. Не бойся. Все, что с тобой сейчас происходит – это обычное, вегетативное, естественное проявление эмоций. В этом нет ничего смертельного, в этом нет ничего болезненного. Это обычная реакция как животных, так и людей в состоянии, когда я нахожусь в состоянии внутреннего напряжения. Это меня не убьет, и ничего со мной не случится. Это доказывает многотысячные факты людей, которые с этим сталкивались. Вот и все. Если вы начнете понимать суть того, что вегетативное состояние вас не убивает, у вас панических атак не будет. И вы будете молиться на этого гуру, что он вас исцелил. Да хрен нас два, ничего вас не исцелили. Вам просто объяснили так, что вы не боитесь вегетативного напряжения. Вот и вся работа с панической атакой. Это по большому счету очень просто. Никаких секретных техник здесь строить не нужно. Нужно понимать другое. Что актуализировало невроз, не паническую атаку. Паническую атаку актуализировало незнание. Надо понимать, что актуализировало сам внутренний конфликт, какие особенности личности и что его сегодня поддерживает. А вот это умеют делать далеко не все специалисты. Поэтому я вам искренне рекомендую, не ставьте себе самоцель работать с паническими атаками, работать с агорафобией. Ставьте себе цель понимать, что паническая атака и как страх пароксизмальный является просто вашим незнанием. Чтобы от этого уйти, вам нужно просто понять и отвечать себе, что все вегетативное – это проявление эмоций. Это телесное проявление эмоций. Есть еще мыслительные, поведенческие. Это обычное проявление эмоций. Это никого не убило. А вот понять, что стоит за актуализацией невроза, какие жизненные обстоятельства, какие обстоятельства вашей личности, почему именно для вас эти обстоятельства стали такие актуализирующие невроз, вот этим занимается профессиональная психотерапия, а не детский сад, который так любит говорить о панических атаках. Я надеюсь, вы будете более глубоко изучать психологию и психотерапию. До встречи. Ваш Алексей Крайсиков, Невроза Мегаполиса. Пока. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...